Пятикратный призёр первенства России, дважды победитель первенства Евразии. 11 лет воспитанника кара Андрей Малыгин отдал рукопашному бою. Не раз со своим наставником Валерием Трубином юноша покорял новые спортивные вершины. Большая удача найти свой вид спорта, в котором сможешь раскрыть потенциал, считает Андрей. И ему это вне всяких сомнений удалось. Привёл меня отец туда, за что я очень благодарен своим родителям. В принципе, за то, что они меня туда привели, за то, что они меня направили в то русло, потому что найти спорт, в котором у тебя начнёшь получать, довольно тяжело наследили. За 11 лет нашей работы с тренером, мы на самом деле много чего добились. Успехи Андрея Малыгина в нашем городе оценили по достоинству и признали юношу лучшим в номинации «Спортсмен года» вне олимпийских видах спорта. Лучших в спорте наградили на сцене молодёжного центра. Почётное звание «Тренер года» получил Валерий Трубин. Хоккеисты, баскетболисты, пловцы, теннисисты. Наверное, десятки видов спортов, в которых Саров действительно несёт свою славу. И нам не стыдно представлять наш город во всех видах спорта, которые только существуют. Конечно, я знаю, каким трудом и какой кровью достаются эти победы. И очень уважаю тех людей, которые в жизнь положили за достижения во имя спорта, во имя города. Лучших в этом году определили в 11 номинациях. Победителем в номинации «Молодое дарование» стала Алиса Рубцова – призёр молодёжного первенства мира по шашкам. Тренирует Алису Олег Васенькин. В номинации «Преданность спорту» награждён Николай Иванович Орлов – победитель всероссийских соревнований по спортивному ориентированию. Я должен эту награду вручить тренеру Сергею Павловичу Егоршину, мастер спорта по ориентированию. Это благодаря его, он как играющий тренер, тоже участвовал во всех соревнованиях и привёл меня к таким наградам. Гостям вечера подарили праздничную программу. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.